всем привет это новый влог я еще не смонтировала старый муд москва я ничего не успеваю называется сейчас среда 1 часов и должна выйти из этой квартиры его рутером улетел к своим родителям я сейчас поселяюсь из этой квартиры и еду к своим родителям буду жить у своих родителей хотела сказать своей комнате но моя сестра заняла мою комнату сразу когда я съехала явно же в ее комнате вот на это не важно вот у меня тут куча вещей которые ладно все это не важно короче я бы бежала оставайтесь со мной мы вчера вывозили отсюда вещи но с которыми мы приехали начало как-то мы не очень внимательно собирали вещи и в общем мне сейчас я буду пойду просто как цыганка у меня три пакета сумка рюкзак тяжеленный надеюсь я смогу спуститься так тут сейчас конечно полный треш но я не думаю что здесь станет лучше поэтому я не буду ждать какого-то удобного момента покажу все как есть короче я буду жить в комнате своей сестры моя была соседняя сейчас я ее не буду показывать мне нужно спросить разрешение потому что там тоже срач вот так вот буду же здесь в этой маленькой комнатке со всякими игрушками и прочее ладно тут уже всякое мое и тут еще всякая танина короче у тани эта комната была сначала кабинетом когда она съехала ко мне в спальню а потом она решила просто складывать сюда свои вещи вот уже папа начал складываться свои вещи в шкаф поэтому шкаф здесь занят но в общем буду метиться в этом гнездышке так мы сейчас сидели с лизой в скураты в нашем любимом на белке работали и идет идет как неожиданно и приятно короче сидели работали сейчас у меня лазерка я пойду на лазерку а вечером я пойду на танцы все начала монтировать этот влог но его еще не выложила и не удалилась телефона точнее прошлый я надеюсь что мне хватит памяти записать сегодняшние танцы свои вот я не сняла как я была на лазерке короче я пропустила этот момент но мы уже пришли я буду первый раз есть но мы будем вот так называется так нам принесли салат и где-то там должен быть почему это это по-моему это хумус окей это хумус так и спасибо судак с овощами и еще чем-то у лизы тоже сейчас я лежу в куку и и с и 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 я сейчас еду с танцев и я вышла за спортивной и вот в этом здании я протанцевала просто все свое детство последний этаж вот эти вот окошки короче я протанцевала там в этом зале больше 10 лет и вот так же вечером я заканчивала тренировку и шла вот по этой дороге домой я сейчас ну правда не в этом здании но все равно я вышла занятий по танцам и иду по этой дороге вечером уже поздно домой в тот же дом это так странно я приехала на ноготочки приехала в салон в котором не была это салон бьюси мастера на которую я подписалась в инсте еще осенью она мне очень нравится вот у меня есть свой салон и ведет свой блог очень полезный в инсте зовут и юлия измаилова это у меня есть прекрасный домик у меня всегда лютая запись вообще на все сейчас я пойду за данной процедурки вот надеюсь мои ожидания обравдаются вот этот домик он находится смотрите как у них тут классно находится он во дворе маяковской и вот здесь я буду сейчас сидеть я уже вижу мейкер на свой стол называется мейкап культура здравствуйте здравствуйте так у нас тут семейный досуг можно раскрасить красиво как вы держать слят горячим так будем делать так смотрите берем это лайфхак о ну кстати симпатичный так у нас сегодня пятница и я уже началась утро я только что сдавала кровь причем мне придется сдавать два раза короче чаще всего сдаю кровь в мобилмед называется клиника у них очень низкий прайс но там нету одного анализа на микробиоту которую я сдаю за которой я слежу я ее буду сдавать в кд или другой день вот короче сдала кровь на паразитов и на липидный профиль это все виды холестерина вот и сейчас мне нужно пойти позавтракать распечатать фотку на документы я поеду на бауманской я поеду получать свои международные права и оформляла на госуслугах ну короче эту штуку и вот мне сказали что нужно просто приехать с фоткой и мне будет книжечка международных прав интересно как она будет выглядеть и она нужна для поездки на бали потому что там сейчас всех дрючат за права вот пока я ехала есть на бауман скажу пока я ехала я я сделала один шаг очень с одной стороны страшную другой стороны желанную сторону и на днях созвонилась девочка которая занимается продвижением по мсти вот и она мне рассказывала мне есть услуги консультации а есть сопровождение два с половиной месяца на тебя сопровождается рассказывает помогает то есть отличная работа с тобой я вот дня три думала я придумала сомневалась с одной стороны я очень хотела с другой стороны был страх что а вдруг на мне это не сработает и эти деньги будут потрачены зря они немалые скажем так так сейчас ну вот и я сомневалась но с другой стороны я понимала что как это может не сработать если она по сути не ставится чистая механика и стратегия или ты не знаешь и делаешь и получать результат и ты не знаешь не делаешь и перегружать все просто вот я только что отправила сообщение что что все что я решилась что нужно делать потому что тогда если не сейчас я себе так каждый год что-то меня останавливала останавливала хотя я начала бы уже лет пять минимум назад все я получила права это такая книжечка прямо книжечка с моей я дома я сейчас готовлю пасту с таким томатно и овощным соусом жду таню на ужин который придет после универа это экстрадах давайте расскажу что здесь за соус я взяла чеснок с луком мелко порезала чуть-чуть подогрела на масле кокосовом на вот таком вот дальше я положила нарезанные помидоры перец и засыпала специями просто такие здесь были до маригана перец чили и добавила вот такие томаты вот такие это из вкус вилла здесь в составе просто томаты это не паста просто томаты и так они выглядят я еще сюда все добавляю так получается посочнее а просто вот из чечевица я их везде показываю тут только только чечевица и смотрите что я делаю я видела только видосы я сейчас беру сухие макароны и их прямо буду добавлять куда я надеюсь это хорошая идея но должно получиться никак не развалится короче мне нужна вторая рука сейчас будет размокать я это прям там буду замешивать так у меня получилось конечно я бы сковородку взяла побольше и туда нужно добавлять побольше воды так вообще очень прикольные они получаются прям такие пропитанные сегодня суббота я решила пойти сейчас на йогу но не самую свою любимую студию другую называется холл йога вот потому что там был класс а в моей любимой материале не было так вот просто уложила брови потому что первых зачем краситься перед йогой а во вторых я потом буду мыть голову потому что вечером мы пойдем на вечеринку вот и делаю два дела сразу вообще не успевала я решила утром помыть плиту боже я не делала это я не знаю несколько лет вот но эту плиту мне захотелось помыть так что все бегу в такси и сидится и скоро у меня занятия здравствуйте у нас получается Поднимаемся вверх, одна, вторая нога. Смотрим здесь. Остаемся здесь на 10 секунд дыхания. Одна нога, потому что осталось в минуту. Накомолд. Да, пихо. Удох. Выдох. Раз. Здесь остается взгляд вниз, вдохнуть. Выдох. Два. Еще ладонями, толкай пол. Выдох. Три, семь, десять секунд. Доперег пятка. Оттянут. Нога прямая. И от шаг правой стопах можно изгнать. Вдох. Плак. Выверчите рангодангасану без лишних движений. Вдох. Собака. Мордой вверх. Бедра вне пола. Выдох. Собака. Мордой вниз. Стараемся бедрами в глаз на пол. Вдох. Плак. Выдох. Выдох на пол коленей. Грусть подбородок. Аштага. Намаскар. Грудь еще. Вдох. Сказим вперед. Вверх. Пуджангасана. Да. Выдох. Подворачиваем пальцы локкас на пятки. И выкрепляем ноги с собакой. Мордой вниз. Вдох. Левая нога. Широкий шаг вперед. Правая стопа. Аттенгасана назад. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, я сходила на практику. Я уже поела. И я не хочу отсюда уходить. Я не знаю, здесь ты хорошо. И у меня просто после практики тоже хорошо. Такая расслабленная себя. И я не солнышко заедет. Очень не хватает мне занятий в студии. Ну и все, в хорошей стиле московской. Очень скучаю, поэтому это, конечно, не сравнится с домашними занятиями. Привет! Привет! Мы снова в руле. Еду с Йоги сейчас на каршеринге. Практически не ездила здесь за рулем. Вообще, очень давно не ездила. Но не считая Азор. Хотя очень люблю это дело. В шоке я от цен. Ладно, я в целом в шоке от цен. То, что они выросли. И когда тебя не было полгода, ты очень сильно замечаешь, как все выросло. И я сейчас вот бронировала каршеринг. Было очень много яндексовских машин. Понятно, что они были всякие новенькие, но это не оправдывает их. Цена за минуту была 17 с копейками рублей. 17 это очень дорого. Я посмотрела фиксированную цену до моего пункта назначения. И такси комфорт класса стоило столько же. Как бы. Рядом стояла Белка. Блин, я обожаю Белку, потому что они практически не поменяли цены за все вот эти годы. Мне кажется, у них начиналось с 6 рублей. Ну, когда я ездила, они рублей 6, наверное, за минуту стоили. Блин, сори за пересвет, не могу ничего сделать с этим. А сейчас они стоят 8,85. То есть как бы сравниваем с Яндексом. И это ровно в два раза. Ну ладно, не ровно. Короче, в два раза дороже Яндекс. Типа, что? Ну, я, короче, в шоке. Ну, я везде так немножко в шоке, потому что уменьшились, я не знаю, порции, увеличились цены. Вот на машину, видите, такая же история. И, наверное, когда ты плавно в этом всем живешь, то, ну, как-то тебя подготавливает пространство. А когда ты приезжаешь и вот так резко это все видишь, ты немножко в шоке. Вот. Ну, а так я хотел поделиться, что я классно провела время. Я так рада, что я поехала на йогу сегодня. Потому что у меня в моем списке того, что я хочу поделать в Москве, у меня стояло сходить в йогу в студии. Еще я недавно не делала длинные практики, то есть только вот утренние мои вот эти коротенькие. Вот. И было прям вообще очень классно. Это такая все-таки атмосфера, еще студии московские просто топовые, где все чистенько, где, не знаю, деревянные полы, классные там коврики, вот эти вот кубики. И ты приходишь, там все такие спокойные, везде зажжены благовоние, очень вкусно пахнет, такая музыка медитативная. Ты прям максимально в этот процесс погружаешься. И вот йога для меня и есть медитация. Мне, я уже говорила, что сложно, сложно садиться в медитацию просто, вот посидеть там 10 минут, 5 минут даже. То есть я прилагаю усилия для этого. Но насколько я отключаюсь в йоге, это просто капец. То есть я прям практикую с закрытыми глазами, я концентрируюсь только на теле. С которыми вообще ни одной мысли. Я слушаю этот голос поставленный. В дживамукте особенно йога, это моя любимая. Идут голосом, там не нужно смотреть. И у мастеров, короче, у девушек, которые ведут йогу, я знаю, что у них есть прям отдельные занятия по постановке речи. Вот, потому что там нужно все очень так глубоко и тонко рассказывать, чтобы все переходило из одного в другое. И все было бы такое тягучее, и бла-бла-бла, и ты такой, боже, как прекрасно. Короче, очень мне этого не хватает. Но я так рада, я так рада, я так рада, что у меня сейчас есть возможность этим заняться. Я выбежала, тут у меня вино, которое с Португалии везло. Здесь у меня хумус. И еду к Лизе. Сейчас поеду первый раз на мини-купере. Никогда не ездила на нем. Сейчас я подойду свою подружку, и мы поедем на другой подружке. Бежит, бежит, не пущу, а пущу, окей. Здравствуйте, Португанка. Я его снимаю на влог, что вы не против. Здоровая вечеринка – это вина, 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 водичка и пылесор. Осознанное потребление. У меня есть овощи. Кстати, вот это вот едим, хумус и всякие овощные палочки. Палочки вместо всяких чипсов, крекеров и чего там еще пьют. Ой, едят на чайниках. Ты доливаешь? Да, это бутылка. Офигеть. Эта сумка мне муж купил. Эти ролики мне муж купил. Очень классно. Причем максимальный сюрприз – мы с Таней были дома и звонит кто-то в дверь, мы такие, мы никого не ждем, игнорируем такие. Там еще была женщина и я не привыкла, что женщины – курьеры. Короче, давай. Вот, блядь. Какая прелесть! Какие лапочки! Подписывайтесь на мой любимый лик. И я делаю всякие уходовые процедуры для лица. Да, очень нравится. Кисено сидят. Находится удобно тоже на Арбатской. Сейчас, сейчас я немножко красненькая, и мне полез мой прыщ. Вышло из салона красоты. Ладно, мне сейчас нужно сесть в кофейню, и у меня будет через час английский. Мне сейчас нужно подумать, где именно мне это сделать. А потом я встречаюсь с девушкой. Вообще, мы с ней знакомы 20 лет практически. Это одна из первых, с кем я познакомилась, когда пришла на танцы. Вот. И у неё, короче, уже обнился пупсик, и я хочу с ним познакомиться. И поболтать с ней. Так что, после час моих дел, мы пойдём вместе гулять. Я пришла в кофейню, в ВВЦ. И там оказалось слишком много народу. Они слишком близко все сидят, и я вышла на улицу. Тут правда всё у дороги. Я буду заниматься здесь. Как-то это не очень комфортно себя чувствовала. А ещё тут хреновый Wi-Fi. И, видимо, мне придётся раздавать с телефона, что я не очень люблю. Потому что не грузится мира. Вообще нифига. Так, я сейчас куплю цветочек. Я так рада, что оказался цветной прямо... Ой, цветной. Цветочный. Прямо у метро. Надеюсь, здесь будут подсолнухи. Я хочу купить подсолнух. Подсолнухов не было, но я купила вот такие. Я пришла и сказала, можно мне что-нибудь оранжевое. А вот она любит оранжевый. Я что-то немного волнуюсь. Потому что мы не виделись. Сто лет примерно. Плюс-минус. Давай. Ну, я вот так чего снял. Бусенька. Он меня изучает пристально. Прекрасно. Орлянский дудук. Ты будешь пить воду? Да. Блин. Угу. Нужно намочить, чтобы он немножко подоткрылся. Видишь, он закрытый? Он так дуть не будет. Еще инструкцию дали. Ну давай. Сейчас, он еще не открылся. Ладно. Может дуть чуть-чуть. Не, хрена подобного. Мне нужно его намочить. Ладно. Блинная пауза. Все. Ага. Да блин. Ну что такое? Ты почему-нибудь подготовилась? Прости. Сейчас. Она была творческой. Она была музыканткой. Сейчас. У меня нужно раскрыться. Я просто не играла, наверное. У меня только как умерли в Армении. Таня, кстати, армянка. Да. Официально. Теперь. Ну прикольно, к Сусе, звук. Шел таланта. Что это за какашечка? Это зайц. Это какой-то кокос с дырочками. А Карина. Вот смотрите, у меня есть Акарина. Акарина. Продолжение следует...